Вот вы, друзья, искали-искали среди других и телевидения, и других радиоканалов и нашли наш единственный уникальный, первый неповторимый телерадиоканал Страна ИФМ. И здесь, в этой студии, по вечерам, как всегда, мы... Стоп, 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 стоп. Если вы искали других Маш, других Миш, вы тоже ошиблись, потому что правильно хочет сказать Маша каждый вечер здесь. Маша новая. И Майк Войс. Да, но и, как всегда, наш железный трон, который недолго будет сегодня пустовать, потому что у нас сегодня в гостях, так или иначе, человек, связанный с юмором, и это шоумен. Сценарист, телеведущий, а также музыкант, резидент Камеди Клаб, участник дуэта имени Чехова, режиссер, продюсер и писатель Антон Лирний. Встречаем, друзья. Антон. Я поворачиваюсь, открывается купе. Ура. Ура. Здесь, здесь должен был войти проводник и сказать вам чаю. Да, это шуточка уже была. Привет. Антон, привет, тебя очень рады видеть. Присаживайся, пожалуйста. Такая вкусная ведущая. О, ты меня уже попробовал на вкус. Ну, слушай, рядом с этой табличкой должны были еще быть аплодисменты. Всем привет. Привет. Эй, люди, здравствуйте, миллионы. Мы с нас здесь двое. Здесь двое. Ну, я воображаемые фанаты, миллионы фанатов во всем мире. У вас же миллиардные. Конечно, миллиардные. И у меня, вот я хочу сегодня стандартно начать. Не с того вопроса, который мы задаем всем нашим гостям, которые только что пришли. Да, прикрывай, прикрывай, коллеги. Подожди, а с того вопроса, который ты задаешь мне обычно по вечерам, когда отдашь долго или что? О, нет, Мишка, нет. Не с этим мы вопросом с тобой закончим сегодняшний эфир. Нет, а с того, что сегодня играет Россия-Уругвай. И ты в этой студии, ты что? Ты так говоришь, как будто я должен играть за Уругвай сейчас. Да, почему ты? Почему ты? Ковани звонит, звонит Ковани. Где ты? Где телефон? Где ты наблюдаешь за матчем? Я на замену должен выйти, я во втором тайме. Слушайте, ну я вообще не футбольный, блин, человек совершенно. Тем более матч, который ничего не решает, я вообще считаю, ну какой смысл смотреть матч, который ничего не решает, только расстраиваться. Дорогие друзья, здесь я хотел бы оговориться, вот моя камера, я хотел бы оговориться, сегодня матч, вы не слушаете Антона. Я вам скажу, как футбольный болельщик, у которого сегодня два экрана, я с двух рук. На одном у меня все про Антона, на другом все про сборную России. Ребята, все решается, потому что сегодня решается, с какого места сборная России будет выходить на соперника из группы Б. О, как! А вот на кого выйдет сборная России, мы узнаем с вами совсем скоро, именно в 23.00 по Москве, потому что закончатся матчи в группе Б. Да, друзья, все, мы тоже продолжаем, конечно же, следить за матчем, но сегодня целый час мы будем говорить об Антоне. Антон, давай тогда начнем с того, что... Начнем с твоего стиля одежды, да. С твоего стиля, почему выбрали такой оригинальный стиль? Какой дизайнер тебя... Я на самом деле, я просто не знал, что попаду сегодня к вам, я вообще, ну так, шел и думал, что иду на радиостанцию, и поэтому я подумал, ну радиостанция, ну кто видит мои колени? А теперь оказывается, что колени прям, ну видимо, прям в кладре, да, прям круглые, да. Антон, из всех коленей, которые я видел, это одни из лучших. Очень красивые колени, да. Это одни из лучших. И Антон, и огромные... Это странно, что этот комплимент тебе говорит Михаил. Почему? Я объясню, Антон, ты позволишь мне объяснить? И совершенно быстро, Антон, я тебе благодарен по-мужски, по-человечески, по-братски, как говорят у нас в районе, не на районе, в районе. Почему? Я добиваюсь какими угодно правдами и неправдами наконец-то прийти сюда тоже в шортах. У меня восхитительные шорты, ничего не хуже, чем твои. Слушай, все нормально, ты смотри, у тебя начали рваться джинсы, да? Смотри, ты должен просто каждый раз их рвать все больше, больше, больше. А я ногтем подсклебываю, понимаешь? Да, и постепенно они пым, раз и все. И все, и вот так. И вот так, да. Понял. Слушай, ребята, вот это новый тренд, пожалуйста. Вот мой мастер по коленям говорит, что мне нужно их демонстрировать. Не, ну на самом деле сейчас лето, друзья, я не понимаю. Мне кажется, вот мужчина в шортах замечательно выглядит, вы вообще ходите так постоянно. Но смотри, ты сегодня же был на репетиции, откуда мы тебя, собственно, и вырвали. Да, на самом деле, да, почему я в таком виде? Это рабочая одежда для репетиции, спектакля. 28-го числа у нас спектакль в ДК Зуево. Приходите в 7 часов вечера. Ты носил декорации или что, чтобы так было удобнее? Нет, ну так проще, там просто много, ну я бегаю, сажусь, встаю и... Коленные сцены. Есть постельные, есть колен. Иногда это совпадает в машину. Ты ходишь по грани. Да, очень много всего, очень такой динамичный, сумасшедший спектакль совершенно. Вот только что выложила в сторис кусок нашего. Называется как? Самое главное. Будда Иванович называется. Будда Иванович. А кто играет того самого Будду Ивановича? Ну там есть интрига, я не могу сразу сказать, потому что там вся суть спектакля в том, что тибетский монах, которого играет Роман Юнусов, твой коллега по... По лысине? Да. По коленному специалисту. Да, вот, сегодня тема коленей. Да, да, да. Значит, Роман Юнусов играет тибетского монаха, который ищет Будду, который снова пришел в наш мир. И он находит этого Будду в обычной стандартной челябинской семье, вот там, где живут обычные люди. Вот, а кто там Будда, это уже дальше вы увидите на спектакле. На этом запомним. Я, кажется, догадываюсь, кто там Будда, именно он сегодня у нас в гостях. Друзья, интрига, 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 все, доказу его. Продолжим про Будду после музыкальной паузы. Да, оставайтесь, у нас очень интересный эфир сегодня. Продолжаем говорить о Будде, продолжаем говорить об Антоне Лирнике, Антоне Анатольевича, как гласит Вихипедия. Ну, не надо, пусть Антон просто будет. Просто Антон. Антон, дальше идут все регалии, я честно всех прочитал, если я начну сейчас их всех все перечислять, то... Подожди, мы с тобой остановились в прошлом выходе как раз-таки на спектакле, на премьере, который сейчас будет, 28-го числа. Да, я там играю главную роль вместе с Ромой Юнусовым, да, и это я автор пьесы, и вот мы, собственно говоря... И продюсер, подожди, сразу же. И режиссер, или есть еще? И режиссер Таймас Шарипов, прекрасный мой друг, другой человек, да. Это уже он занимается постановкой, да, но я там сижу и все время переписываю на ходу. Но у вас с Романом Юнусовым сейчас сложился, кстати, отличный тандем. У вас и спектакль выходит, и на одном из известных, да, телеканал шоу выходного дня. Как вообще, вы же из разных других комедийных дуэтов. Слушай, нам очень просто было. Мы с Ромкой очень вообще похожи по жизненной позиции, по такому настрою. И мы давно дружим, давно знаем друг друга, поэтому нам было очень легко соединиться в дуэт. Ну, во-первых, знаешь, чего друг от друга ожидать, все. И моментально, хоп, вошел в работу. То есть мы с первой репетиции, все, мы вошли в это плотное сотрудничество, и прям все пошло, пошло, пошло. Не было ощущения у предыдущего партнера его, что его увели из семьи. Знаете, вот как вот два дуэта и взяли, перевешались. Они же до сих пор с Лешкой, они до сих пор работают вместе, там какие-то корпоративные истории. А, то есть такая шведская семья, творческая шведская семья. Да, да, такой свин, камеди-свин, камеди-свинга-камеди, что-то такое, да. Слушайте, но у вас замечательный тандем, вот это шоу выходного дня. Я хочу сейчас на этом немножечко остановиться. Вы там только ведущий, или же вы как раз-таки являетесь частью вот этой креативной группы, которые работают над созданием всего этого контента? Вот в отличие от всех остальных проектов, где я участвую, вот в этом проекте я не являюсь автором, я там актер. То есть, конечно, мы с Ромой работаем с авторами, то есть они приносят какие-то тексты, мы, ну, как-то комментируем, предлагаем, адаптируем. Ну, адаптируйте, наверное, под себя все равно. Да, да, как-то ругаемся, орем друг на друга, да, хлопаем дверью, убегаем. Я не буду играть в этом шоу. Драка, может быть, какая-то, ну, Марика. Ну, и, ну, так, ну, чуть-чуть. Но они в одной весовой категории? Мы с Ромой? Нет. Нет? Нет. Мы с авторами, мы с Ромой спинак спиннее против авторов, конечно. Все так. Вот, потом мы на репетициях снова дожимаем, там, докучаем чего-то. Но, в принципе, изначально в этом шоу мы предполагались как просто актеры. А мы уже взяли на себя такую миссию, давайте уже, давайте каждый свой вклад внесет. Ну, и вносим. Ну, а все-таки, вот что тебе конкретно ближе, Антон? Больше писать, режиссировать, продюсировать? С языка сняла мой вопрос был, а? Быть, наоборот, в кадре, на сцене, то есть быть на виду. Я вообще, конечно, больше сценарист. Это прям вот эта любовь всей моей. Ну, конечно, да. Ну, вот пьесу ставлю, написал, поставил, книжку написал, издал. То есть я такой пишущий человек. Но просто в какой-то момент моей карьеры, когда я еще был к авторам КВНовским, ну, как-то меня потащили на сцену, давай, давай на сцену. И я в это все вовлекся и начал этим заниматься. Поэтому, ну, все, уже теперь работаю на сцене. А плюс радийная карьера тоже не прошла. Ну, было такое, да. Собственное шоу? Ну, утренние эфиры, 6 утра, с 6 до 9, прям. Расскажи, у нас вечный спор. Вот это для меня важно. Маша все время в эфирах вот таких уточняет, что ей важно, я уточню, что мне. Что все-таки ближе, утреннее шоу или вечернее? Вот мы постоянно с Машей представляемся, да, в этом смысле. Ты знаешь, мне очень нравится утреннее шоу, мне очень нравится по динамике. Мне нравится вот этот вот заряд, такая бешеная, скипидарная клизма. Знаешь, такой раз побежали, побежали на работу. Вот я люблю такое зажигательное, драйвовое, крутое, классное. Но вечернее шоу мне нравится своим содержанием. В вечернем шоу можно говорить чуть подольше, чуть побольше. Мысль можно как-то раскрепощенно ее развивать. Поэтому и в том и в том формате есть свои плюсы. Вот скажем так. Это вообще забранок или сова? Нет, я, ну, скорее сова, наверное, сова. Но я легко перестраиваюсь. То есть, ну, нужно, значит, нужно. Деньги есть деньги, бизнес есть бизнес, естественно. Друзья, нам тоже нужно, прям сейчас вот очень сильно нужно уйти на небольшую музыкальную паузу. Но совсем скоро мы обязательно к вам вернемся. Жаль, нет у меня свистка. Я бы сейчас прям-таки и просвистела, потому что прямо сейчас на телерадиоканале «Страна ФМ» начинается ваш любимый конкурс. Большой футбол! Оле-оле-оле-оле-оле! Главное не просвистеть этот интерактив, не просвистеть этот конкурс. Потому что у нас, как всегда, подарки, как всегда, призы. У нас два типа призов. Все помнят каждый день. Да, у нас очень щедрый канал. Каждый день мы раздаем те самые медали, серебряные медали. Вот, друзья, да, кто нас смотрит, можете сейчас увидеть на ваших экранах. Это не простые серебряные медали. Да что ты говоришь? Да, это уникальные серебряные медали с изображением футболиста, которые можно получить на память о чемпионате мира по футболу. Конкурс про футбол и действительно изображение футболиста. Маша вас не обманывает, но... А сегодня кто-то скептик у нас, я смотрю в эфире, друзья. Ни в коем случае рад тебя видеть в понедельник на дворе. Но это не самый главный приз. И самый главный приз – это поездка на двоих в Грецию. Дорогие друзья. Мы, собственно, у Антона спрашиваем, был ли ты в Греции? Он говорит, я скоро туда уезжаю. Сто раз был, да, и снова лечу туда. Вот 30-го числа. Так что увидимся в Греции. Да, у вас есть уникальная возможность. Если вы вдруг никогда не были в Греции, то обязательно заходите на наш сайт страна.фм. Делайте там свои прогнозы, кто обязательно должен победить и выиграть. И, возможно, именно вы станете главным претендентом на наш самый главный приз. Вы выиграете поездку. Вы один, Антон тоже один. Антону нужно в Грецию. Вам нужно в Грецию. Но Антон еще там купит билетик. Все, и спокойненько сэкономим Антону деньги. Почему нет? Жена сейчас. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, друзья, ни в коем случае вы поедете вместе со своей второй половинкой, поэтому заходите, участвуйте. А прямо сейчас, Миша, предлагаю подвести итоги уже тех матчей, которые свершились. Маша, смотрела ли ты футбол накануне? Нет, к сожалению. Но вот сейчас мы все сидим за ругой России. Супер, непредсказуемые были результаты, дорогие друзья. Сейчас Япония с Сенегалом. Два аутсайдера группы сыграли 2-2. Именно так, как им и нужно было сыграть для выхода. А Польша отправляется домой. Все куплено. Это другой чемпион в России. Это проход чемпионат тоже в России, но это мировой чемпионат. Там так не бывает. А Польша проиграла Колумбии 3-0. И у Колумбии еще есть шансы выйти в плей-офф. Ну и, конечно же, шикарный матч Англии. Конечно, 6-1. Кейн открывал счет. 6-1. Мне кажется, кто-то берет с нас пример. Я после 5-0 перестал смотреть. 6-1. Панама первый раз в жизни приехала на чемпионат мира. Что Панама вообще? Представляете, сколько в Панаме живет народу? Я помню, Мишка даже в этот день пришел в Панаме. Черевушки с коньком. Вот и все, Панама. Ты расстроен, Миш, не плачь. Я расстроен не из-за этого. Все хорошо. Мы сегодня болеем за нашу сборную. Ты ставил, да? Да, и деньги прогорели. Вот почему он расстроен. И поэтому у Маши новое платье. Нет, друзья, я расстроен не из-за этого. В каждом выходе, естественно, мы вам будем говорить, что уже сейчас происходит в Самаре. Там 42 тысячи в прямом эфире вживую наблюдают за встречей. Россия-Уругвай. И счет у нас, к сожалению, пока 2-0. Это гол Луиза Суарес у нас состоялся на 10-й минуте, на 23-й. Черышев автогол. И плюс у нас еще удаление Смольникова. Друзья, самое главное, 68-я минута. Но вы можете еще до завершения этого матча сделать свои прогнозы. И, возможно, именно вы тоже станете у нас победителем. Все самые свежие результаты мы оглашаем в утреннем эфире в 8.45 и в вечернем в 18.20. Поэтому идите за нашими эфирами и участвуйте в нашем конкурсе «Большой футбол» на телерадиоканале «Страна ФМ». Еще можно сделать свою ставку? Еще можно до окончания матча? Я считаю, что Россия выиграет 3-1. Большой футбол. Я хочу для только что подключившихся наших дорогих зрителей и слушателей начать еще разок. Сначала с объявления нашего гостя. Это замечательный и сценарист, и комик, и резидент Comedy Club, участник дуэта имени Чехова. Антон Лирник. На самом деле много не рассказала сейчас. Слава Богу, Маша остановилась, потому что представления начали переходить уже в подлизывания такие некоторые. Ну ничего, нормально. На самом деле гигантский послужной список. Просто констатируется факты. Просто факты. А еще и музыкант. Ну да, группа у меня, группа Лирник Бэнд называется, сольный альбом. Я записал и выпустил, он называется Платиновый альбом. О, круто. Абсолютно скромное название, кстати. Мы когда выбирали название для вечерней нашей передачи, тоже хотели назвать ее что-то типа бриллиантовое, бриллиантовая Маша и Миша, что-то. Нет, победители всех международных конкурсов и смотров. Эвордс, просто эвордс. Шикарное название, да, сразу. Но нам почему-то за пароли не дают нам называться шоу. Да, вместе с моими шортами. Но на самом деле я хочу тебе задать такой вопрос. Тебе какая вообще ипостась ближе? Тебе быть музыкантом или быть сценаристом? Или выступать? Слушай, ну вот видишь, мне... Или тебе нравится все абсолютно? Видимо, вот не могу я на одном месте сидеть. Вот мне все как-то хочется попробовать. Вот захотелось петь песни, я начал петь песни, писать, вот начал выступать с концертами, ну все. Так, поперло. Да, закрыл как бы определенное какое-то желание душевное. Потом вот летел из Таиланда, придумывал разные сюжеты, в итоге прилетел домой и написал книжку про Таиланд. Ну то есть, ну, юмористическую. Вот как-то... А что ты, дорогой друг, сделал за 10 часов перелета из Таиланда? А, знаешь, что я еще сделал? Я еще, я издал настольную игру. Вот вообще еще, я сумасшедший человек. После этой книги, правильно? Да, называется «Наша в Таиланде». Да, настольная игра. Причем, ну прям, ну, смешная. То есть мы дома с друзьями играем в нее, в эту игру, которую я сам написал. Ну, не сам, там... Во время проведения этой игры человек рискует здоровьем, играя в нее или нет? Да, 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 конкретно да. Да, прям рекомендую, понимаете, очень смешная. А что там нужно сделать? Ну, там нужно... Это не то, что в лицо прилетает вот это? Нет, там нужно пройти по полю от начала до конца, бросать кубики, идти, но ты каждый раз, попадая на каждую клетку, тебе выпадают разные задания или разные условия. То есть, ну, условно говоря, это все, как бы, история про Таиланд. Да, Катюш. Все на Китайском острове. И самое все время, что приключается. И каждый раз там говорят, ну что, вы лежали на пляже и отлежали себе левую руку, дальше играете без левой руки. И вот человек играет дальше без левой руки. Потом, что-то еще случается. Вы переели мороженого, поэтому вы шепелявите. И человек играет шепелявля без левой руки. Так. Потом, там, у вас какой-то сложный психический глюк. И вы после каждого броска кубиков говорите, ой, куда побежала собака. И ты без левой руки шепелявишь, и каждый раз говоришь, куда побежала собака. Маша, ты готова играть для наших шоу. Мы три часа можем... Это очень крутая шоу, да. Рекомендую. Слушай, а давай прямо сейчас попробуем, Миш. У меня есть, кстати, маленькое задание. Нет, я на самом деле хотела сказать, Антон, это же можно сделать настоящим телевизионным шоу. Ну, вообще-то да. Продюсировать. Да, да. Правильно? Нет, у нас немножечко другое будет задание, но мы можем привнести вот эту твою шепелявость. Не надо, да. Что там без руки, правильно? Проскакать. Что ты еще от нас хочешь? Я хочу от вас максимум. Так, что делать? Смотрите, я пересмотрела много ваших видео. Знаю, что у вас с словарным багажом все нормально, с запасом все отлично. Синонимы знаете. Да, конечно. Правильно? Кстати, очень много было, да, выступлений, где с синонимами связано. Я хотел бы перебить Машу сейчас нагло. Это очень важный момент. Когда Маша говорит, для тех, кто нас слушает, не видит, вас, это имеется в виду Антона, не мое творчество совместное с Антоном. Нет, и тебя в том числе. Ты же тоже будешь играть в это. Нет, 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 когда мы видели ваше видео, когда мы видели то, ваше, ваше. Это просто ты к Антону. Это я к Антону, да. Ну смотри, наш следующий конкурс будет связан как раз таки с синонимами. Так как у нас музыкальный, развлекательный телерадиоканал. Нам надо с вами представить песню. Ага. Представить песню. Ну, надо догадаться, на самом деле, что это за песня, объясняя ее название только с синонимами. Чудесная возможность облажаться в прямом эфире. Да, ура, давай попробуем. Надо тебе что-нибудь посложнее, да? А то у тебя же так здорово получается. Хорошо, что в шортах пришел, понимаешь? А если вообще идеально бы, то в костюме человек... Ну ладно, на самом деле, тяни любую. Я готовилась, но я уже ни черта не помню. Мы с Мишкой будем сейчас угадывать, что за песня. Да, открывай. Открываю. Поехали, у тебя на все про все 30 секунд. Время пошло. Тысяча тысяч красных растений. Миллион алых роз. О, браво! Следующий Мишка объясняет. Да, молодец. Можно было и костюм одеть. Так это просто. Ну подожди, это была разминка. Это самая простая песня из всего списка. Ага. С синонимами, Мишка. Светило, светило. Солнце, солнышко. Светило, значит, однокоренными нельзя. Однокоренными? Нет, надо с синонимами. Светило, фамилия которого. Имя, солнце, имя. Светило, фамилия которого светило. Солнце, имя солнца? Что это такое? Да, подумай. А группа, знаешь, какая? Солнце и луна. А группа мультфильмы. Мультфильмы практически. Мультфильмы. Кино? Группа кино. Звезда по имени Солнце. Это было сложнее. Я прям загорелся. А, Антон, давай. Все, загорелся, поэтому главное не перебить огонь. Это совместное творчество с Антоном в ваше видео. Давай, давай, поехали. Это прекрасно. Поехали. Да. Бросай бокалы на мебель. Кидай кружки на диван. Хорошо, давай угадаем группу. Поехали. Это сосуд для рыб. Что делать? Сосуд для рыб. А, аквариум. Мишки тоже что-то потом. Извините. А песня, которую поет эта группа, это... Группа аквариум. Бросай бокалы на мебель. Кидай. А кидай, это правильное было слово? Смотри, хорошо. Давай так, сабли. Сабли, так. Да, ну еще синонимы слову сабли. Кинжалы. Кинжалы, шашки. Ну такие ровные, двуручные. А, мечи. Мечи, это первое слово ты угадал. Медь, меч, в смысле меч. Мечи. А, мечи. Дальше бокалы. Мечи кружки. Синоним. Мечи стаканы. Мечи стаканы. Куда? На? Мне кажется, он просто не знает эту песню. Мечи стаканы на стол. Да. Мечи стаканы на стол. Ты знаешь, что это? Нет. Ну-ка, мечи стаканы на стол. Ну-ка, мечи стаканы на стол. Ну-ка, мечи стаканы на стол. Друзья, сразу мы понимаем, кому сколько лет в нашем трио. Да ладно, Лев в песню-то поет. Прекрасный прижим понят. Да, отлично. Так, Мишка, давай, твоя следующая. Я сейчас отвечу. Секундочку. Классный у тебя конкурс. Подожди. Ого-го. Значит, на... На... Нельзя так, да? Нельзя. Ну ты уже сказал. Там не про свечу? Не-не-не. Давай так. Певицу сначала угадай. Так, значит, певица, певица, значит, новогоднее дерево. Ёлка. Отлично. Это шоста. А пойдем... На маленьком пыжу. Смотри. Мальчик на маленьком пыжу. Или девочка на маленьком пыжу. Не-не-не, сейчас, подожди, подожди, подожди. Сейчас пойдем от антонима, не от синонима на антонима. Значит, в небе квадрат большой. А в квадрат большой? На большом воздушном шаре. А-а-а, ну и ныжка. Ну там же мяч, правильно, шар, что там еще может быть синонимом. Ну давай еще разок. А какой-то приз будет, медаль, вы подарите мне какую-нибудь? Да, конечно. А мы не бьем победителя остальных всех. Если это это будет... Все песни на одну тему. Давай. Бокал. Опять-то что такое? Стакан, рюмка. Бокал, винище. Стакан, пафеина. На мебели. На опять на столе. Да, на столе. Рюмка водки на столе. Рюмка водки на столе. Серьезно, давайте. Давай я, тематическая программа. У нас по одному осталось, да еще? Я не понимаю, Антон, почему к тебе притягиваются эти песни? Ага, очень просто. Старший офицер, старший офицер, действующий. Младший лейтенант, мальчик молодой. Почти, но старший офицер, не младший офицер, старший офицер. Старший офицер... А, старшему офицеру, старшему офицеру письма не шлет. А-а-а, никому никто не пишет. А ничего, что пишет и письма, это однокоренное. Шлет, я сказал. Ну, письма же шлет. Ой, давай, вот притирается опять ко мне, а. Ладно, все, окей. Тебе минус балл. Минус балл тебе, минус пять баллов. Так, хорошо. Синонимы, да? Да. Объявляем песню. Любимого распознаю по осанке. А я, значит, милого узнаю по походу. Правильно, да, это очень плохие синонимы. Подожди, давай-ка я. Распознаю вот это вот и узнаю. Это синонимы, да? О-о-о-о. Та-та-та-та-та-та-та. Ощущаю, ощущаю покровами тела. Чувствую кожей. Да! Отлично. Серьезно? Ты знаешь эту песню? Людмила Соколова. Я чувствую кожу. Боже, боже. Слушай, ну это грандиозно, друзья мои. Вы справились идеально просто. Кто выиграл? Кто выиграл? А что Маша будет делать? Вот она издевалась и издевалась. Нет, подожди, Миша, у нас же с тобой есть договоренность. Неделю ты, неделю я, все. Ну хорошо. Я приду через неделю. Я приду через неделю. Я приду через неделю. И мы отомстим. Он сможет, да-да-да, оторваться на мне. Ну что, друзья, я предлагаю после такой классной игры сейчас немножечко прерваться. Сейчас совсем ненадолго, очень не хочется этого делать. Да, отдохнем и потом снова вернемся и продолжим с Антоном Лирником зажигать. Еще раз за этот час, в который уже раз здоровается Майк Войс, Маш Новая, ну и, конечно же, Антон Лирник. Можешь тоже сказать всем привет. Да, Антон, мы начали вот говорить. Стоп, стоп, очень важно здесь. Я люблю говорить стоп, мне так нравится твоя реакция, так прикольно. Почему стоп? Почему-то все время прерваешь. Очень важно, в каждом выходе. Нет, поверьте, важно. 2-0, Уругвай, Россия, так они и играют. Вот 84-я минута, тебе слово, Маша, извини. Вот и прекрасно, друзья, да, мы продолжаем следить за матчем. Ну а что сделать, уже ничего не попишешь. Собственно, он скоро закончится, правильно? Да, скоро закончится. Но наш эфир еще не закончился, поэтому, друзья, давайте не будем зря тратить время. Антон, хочу рассказать нашим зрителям еще про один очень классный спектакль, в котором ты тоже принимаешь участие, называется он «Мужчина на расхват». Да, все верно. С него началась моя театральная карьера. Театральная карьера, ой, как серьезно. Нет, я вообще не хочу жить Антону в искусстве. Ну театр-то не мое, ну куда, мы КВН-щики, комедий-клабовцы, какой театр? Но позвали, вот говорят, ну давай, вот тебе роль, посмотри, мы посмотрели, начали ставить, и как-то раз, 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 раз. Давай расскажем, кто еще помимо тебя там принадлежит частью Писаренко. Сережа Писаренко, в котором вы знакомы, Женя Никишин и Ольга Бузова. Сейчас играет на спектакль Ольга Бузова. Как у вас с Ольгой? Как вам? Приходится подстраиваться под ее график? Во-первых, она же вообще, ну, в жизни немножко другой человек, она такая, ну, то есть это же... Мне еще понравилась характеристика, вы знаете, Ольга немножко другой человек. Продолжай, пожалуйста. Не такая, как в кадре. Она не мужчина? Она в кадре всегда, всегда чуть-чуть, ну, утрирована, всегда немножко больше эмоций, она в жизни спокойнее, и она такая вообще... Я давно не видел такого трудолюбивого человека, который вот прям, ну, все время пашет постоянно. Вот передо мной сейчас такой человек, разве нет? Ну, я тоже, но мне кажется, Ольга даже еще больше. А мы тоже с тобой не бездельники, шо ж ты такая? О, ну, конечно. Просто как она все это успевает, я не понимаю. И вот в каждом городе, мы часто же гастролируем со спектаклем, в каждом городе. Мы приезжаем, допустим, прилетаем, отель, и говорим, ну, отель, можно поспать. Она говорит, так, в 4 часа на площадку и репетируем спектакль. То есть мы в каждом городе, где мы показываем спектакль, мы каждый раз собираемся в 4, в худшем случае в 5, и один раз полностью прогоняем весь спектакль, потому что, ну, чтобы был драйв. Она нас заставляет это делать. Мы бы уже такие, что? А Оля говорит, не, ребята, собрались, собрались, да. Антон, ну в каком городе вы вот сейчас из ближайшей афиши есть? А, ближайшая, по-моему, у нас Волгоград. Волгоград. И вот не помню что-то еще, не помню что-то еще. В июле, ну, забыл, честное слово, я забываю. Ну, это можно посмотреть на твоем сайте, на официальном, правильно? Нет, Волгоград, а потом на Д, соответственно, это очень просто. Да. Д. Душан Б. Дмитров, да. Не знаю, где. Я знаю, что вот нам сейчас выслали наши графики на будущий, на этот год и следующий год. То есть у нас там порядка 40 спектаклей планируется в течение года. Поэтому я просто запутался уже в какой день, в каком городе. Вот, и следующей весной планируем в Америку, в Канаду. Так что, если нас... С этим спектаклем. Да, с этим спектаклем, конечно. Круто для нашей русскоязычной публики, правильно я понимаю? Да, и вот, а потом и Будда Иванович тоже запустим. И тоже уедете туда. Я напоминаю, 28 июня, премьера, Будда Иванович, ДК имени Зуева. Вы приглашены. Добро пожаловать. Спасибо огромное, друзья. Класс. У нас в 7 часов начало спектакля. Все, мы... Ты знал, что мы обязательно придем здесь. Обязательно придем здесь. Да, наконец. Антон, скажи, ну ты же вот, собственно, пишешь, продюсируешь, а хочется тебе, например, написать роль для себя и снять полнометражный фильм? Я сейчас пишу фильм. Рассказать чему вопрос, Антон, да? Почему? Ну, конечно, там же наверняка есть женские героини. Да, 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 вот это. Ну, может, одна моя подруга спрашивает. Ну, конечно, не Ольга Бузова, но тоже, знаете ли, ничего. Для меня ты лучшая. Спасибо, Миша. Все, так, Антон. Я вот не пишу фильмы под себя, но вот сейчас фильм пишу. Под себя? Нет, там нет роли для меня. Ну, то есть я там сыграю какой-то, может быть, второстепенного персонажа, но я пишу тоже под других актеров конкретных. Это будет комедия полнометражная. Я думаю, что вот мы сейчас ее дописываем, значит, она будет в эфире через два года. А о чем она примерно вкратце? Ну, это такое новое прощение «12 стульев» или «Приключения итальянцев в России». То есть такая очень веселая беготня с поиском сокровищ. Друзья, это эксклюзив, об этом еще никто не знал и не слышал. Ну, сейчас следующий эксклюзив. Следующий эксклюзив – наш Блиц. Быстро. Очень быстро. За 30 секунд, да, консайфера. Я спрашиваю, Антон, ты отвечаешь. Готов? Поехали. Давай. Поехали. Для меня самое важное в жизни. Кривой рок. И типа жизни с юмором – это. Это тяжело. И если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Я бы не знал, кто такая Ольга Бузова. 2018. Уже бы не знал, кто такая Ольга Бузова. Когда я буду таким же креативно умным, но старым, я скажу своим праправнукам. Ребята, это вранье. Ничего такого со мной не было. А, друзья! Сегодня был вместе с нами. Это было супер грандиозно. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Были правильные ответы? Были? Да, все. Парышку попал. Ну, хорошо. Во дворе по соседству дергал за косы отличницу Зойку.